о конкурсах инклюзивного музея, которые уже в прошлом году заняли первые места в двух номинациях и уже реализовали свои проекты. Они сейчас как раз о них расскажут подробнее. Начнем мы с музея «Огни Москвы». Сергей, вы на связи с нами, подключайтесь. Всем доброе утро, меня слышно, видно? Вас слышно прекрасно. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте, из чего состоит город, который музей «Огни Москвы» проводил уже в течение этого года. Скорее, пожалуйста, большое, Евгения. Ну, вообще, музей «Огни Москвы» уже больше 10 лет работает с детьми с различными ментальными особенностями. И в течение, ну, с 2008 года, когда музей реализовал проект «Святлое детство», мы ежегодно на еженедельной основе приглашаем детей из соседней с музеем школы, номер 21-24, чтобы они проходили у нас разные экскурсии, разная интерактивная программа. Но у меня, от того, как они приходили к нам, я не могу говорить о том, что... Сергей, я прошу прощения, немножко трещит вы говорите, может быть, подальше от микрофона, попробуйте. Если так. Скажите что-нибудь. Раз, два, три. Попробуйте включить эхоподавление, потому что очень... Вот так лучше. Раз, два, три. Ага, все. В настройках, если кому-то очень громко, может быть, у нас звук потише. Вот так близко лучше не подносить, потому что сейчас встречается. Алло. Так, говорите. Участники, напишите, пожалуйста, кому как слышно. Сергей, рассказывайте. Что у вас сейчас не слышно, потому что вы молчите. Плохо. Алло, раз, два, три. Хорошо? Сейчас слышно хорошо. Хорошо. Спасибо. Ну, мы задумывались о том, что вот дети чаще... Ну, дети приходят же к нам с улицы, прежде всего, из школы по улице. И мы обратили внимание, что чаще всего дети приходят не только с учителем, но еще с тьютором или родителями. Весь путь от дома до школы они преодолевают, собственно, с родителями или тьютором. Практически не задумываясь о том, что находится вокруг них, и иногда даже пугаясь какого-то нового места. И в 2018 году мы решили реализовать проект, из чего состоит город. Когда мы хотим, скажем так, помочь детям... Так, там на треск какой-то. Серьезно. Алло. Алло. Я включил. Я включил. Он просто перегружается, потому что вы очень близко к микрофону. Раз, два, три. Поговорите, что-нибудь. Раз, два, три. Еще продолжайте говорить, я буду говорить, насколько. Присчитываю. Так лучше? Так лучше? Сейчас вас слышно хорошо. Но когда вы начинаете говорить, треск появляется, просто чуть подальше от микрофона. Хорошо? Да, нас слышно. Да, нас слышно. Хорошо. И целью проекта была собствовать адаптации детей с ментальными особенностями к жизни в городском пространстве. И реализовать эту цель мы решили через следующие задачи. Научить особых детей ориентироваться в городском пространстве. Ну, научить, наверное, все-таки слишком громкое слово. Хотя бы начать учить детей ориентироваться в городском пространстве с помощью привычных нам с вами методов ориентации. Развитие детей интерес к истории своей малой родины. Ну, это, в принципе, тоже понятно. Потому что мы, проходя экскурсию, не только изучали разные здания вокруг нас, но и историю улицы Переуг, по которым мы проходили. Создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. В этом ключе мы, допустим, давали различные домашние задания, но и проводили уже некоторую самостоятельную работу на улице. Ну, и способствовать развитию навыков коммуникации в условиях социума. На некоторых экскурсионных маршрутах, которые мы проводили, мы действительно проводили некоторую социальную коммуникацию. Например, на одном маршруте мы должны были зайти в магазин и купить чай. На другом маршруте мы должны были проехаться на общественном транспорте, то есть на трамвае. И проект, из чего состоит город, проводился в несколько этапов. Первый этап был в марте 2019 года, когда официально проект начался. И мы из школы номер 23-24, Центра развития и коррекции, пригласили Ирину Валентину Калинину как эксперта, который помогал нам составлять экскурсионные маршруты и тезисные тексты для прохождения, более успешного прохождения всех маршрутов. Второй этап, это уже был середина-конец апреля 2019 года, когда мы уже шли непосредственно в школу для того, чтобы проводить водное занятие. Потому что просто взять и начать проведение экскурсий по улице – это довольно проблематично. И мы решили для начала провести водное занятие, чтобы дать детям понять, чем мы вообще будем заниматься, о чем будем говорить, куда будем ходить, ну и, собственно, начать отвечать на вопросы, из чего состоит город. И в конце апреля мы начали прохождение, и до лета, мы начали прохождение экскурсионных маршрутов, так называемое «Чайное путешествие» и на горку Стючево. О составе маршрутов мы поговорим несколько попозже. Лето мы по понятным причинам пропустили, потому что, ну, собственно, дети все разъезжаются. В сентябре мы вернулись к реализации проекта, проводили экскурсии по маршруту «Природ по соседству». То есть это мы шли к Чистопробовому бульвару и изучали разные кусочки природы, куски природы на улицах Москвы. Ну и конечный этап – это уже ближе к зиме. Проводили последний экскурсионный маршрут «Техника внутри дома». Это когда мы шли к детскому миру. Ну и как завершение проекта проводили круглый стол, из чего состоит город, экскурсии по городу людей, с особенностями ментального развития, где мы представили свое методическое пособие по работе с детьми с ментальными особенностями на улице, то есть проведение пешеходных экскурсий. Теперь непосредственно поговорим про маршруты. Первый маршрут – это чайное путешествие по Старой Москве. Маршрут строился от самой школы номер 21-24 или от музея огня Москвы до магазина «Чай, кофе» на Мясницкой улице. Ну, собственно, цель этого маршрута было дойти до магазина и купить там в класс чай, но по ходу маршрута мы с ребятами изучали различные переулки, название переулков разбирали, почему называется так тот или иной переулок, и изучали разные здания, которые находились вокруг нас. Это здания, отель, посольства, музея. Что такое музей, для чего он нужен. Не обязательно наш музей, а вообще любой другой музей. Какие-то жилые здания пытались найти различия между жилыми и нежилыми зданиями, потому что в нашем районе это довольно сложно, потому что все дома раньше были жилыми, сейчас некоторые стали нежилыми, и отличать их можно только с помощью табличек. Разбирали разницу между ремонтом и реставрацией. То есть, первый маршрут был направлен на то, чтобы изучить сами здания. Собственно, то, из чего стоит город, улица, переулки и дома. А вот следующий маршрут, это на горку Стючево. Цель этого маршрута было подняться на Ивановскую горку, которая находится рядом с Ивановским монастырем, рядом с восстанцами трокита-город. И по ходу этого маршрута мы изучали не только не сколько здания, а сколько людей, которые жили в этих зданиях. Какие-то знаменитые люди, которые изучали Москву, которые творили в Москве. Например, Федор Иванович Стючев, архитектор Казаков, архитектор Быковский. Различные культурные деятели, которые жили в Москве и творили. Ну и по ходу маршрута мы подталкивали детей к тому, чтобы стать такими же великими писателями, поэтами, архитекторами, нужно много учиться. То есть, вот такой больше образовательный маршрут оказался. Он не только исторический, но и сам по себе образовательный. Следующий маршрут – это природа по соседству. Как я уже сказал ранее, ну тут задача была дойти до Чистофрудного бульвара, до Чистого пруда, посмотреть, кто там живет, и по возможности, допустим, уточек покормить. Но по ходу мы проходили через Архангельский переулок, на котором находится сквер. Раньше это был сквер полководцев, сейчас он лежит несколько другой организации. И мы стояли, изучали, что такое сквер. Что это за пространство. Потом проходили уже, собственно, до Чистофрудного бульвара. Вспоминали, что такое бульвар. То есть, на каждой экскурсии были слова, которые мы изучали уже на водном занятии. То есть, каждая экскурсия, на самом деле, она связана друг с другом, связана с водным занятием обязательно. И все слова, в принципе, должны были быть для детей знакомы. Потому что мы их так или иначе уже изучали ранее. Вспоминали или изучали заново, что такое бульвар. Проходили на, собственно, вот эту вот аллейную зону бульвара, где мы разговаривали о том, а зачем вообще нужна зеленая зона в городе. Тем более, в таком количестве, как в Москве. Спасибо. Ну, и в конце этого маршрута предусмотрено то, что мы садились на трамвай и проезжали вокруг Чистофрудного бульвара, выходили с другой стороны, чтобы уже спокойно дойти до школы. И последний маршрут – это был техника внутри дома, когда мы шли от музея или от школы до центрального детского магазина. Здесь, в принципе, мы тоже изучали здание, но уже не внешнюю их составляющую, а внутреннюю. То есть, что находится, например, внутри библиотеки. Что находится внутри крупного книжного магазина. И, в конце концов, мы дошли до центрального детского магазина, вошли внутрь и изучали то, из чего он состоит изнутри. Какие средства перед... В большинстве своем мы изучали то, какие средства передвижения есть внутри здания. То есть, лифт, эскалатор, лестница, траволатор. Хотя внутри центрального детского магазина его нет, но мы попытались это затронуть по причине того, что все равно ребята вместе с родителями отправляются в какой-нибудь крупный торговый центр. Там наверняка они видели тот же самый траволатор. И от этажа к этажу мы поднимались на смотровую площадку, чтобы посмотреть на Москву, что называется, с высоты птичьего полета, что вызывало у детей, на самом деле, довольно бурный восторг. И как итог, что можно сказать, что на наш взгляд проект удался. Да, есть некоторые вопросы, которые еще можно затронуть. И на самом деле их много. Например, вот на последнем маршруте в детский мир, в центральный детский магазин, мы начали затрагивать вопрос по работе с разными планами и картами. Но мы его только затронули. И, например, есть желание создать отдельный маршрут по работе как раз с картами, чтобы было удобно передвигаться в городе. Но был наработан, на самом деле, большой опыт работы с ребятами на улице. И, честно сказать, ребята были из школы 21-24, из Федерального ресурсного центра для детей с аутизмом. Они к нам тоже приезжали на первый маршрут, на экскурсию по первому маршруту. И ребята большие молодцы, потому что они внимательно слушали экскурсовода, внимательно смотрели вокруг, отвечали на поставленные вопросы. И как один из итогов, наверное, я бы хотел включить сейчас видео. Это уже после реализации проекта, как в отзывах самих детей. Уважаемые коллеги, я, к сожалению, не слышу звук самого видео. Вы слышите? Мы с Сережей по городу ходили? Да помним. Помните? А что вы помните? Миша, да, сам? Игорь. Спасибо. Игорь, что ты помнишь? Ну, мы помним, как мы ходили по фонарям, которые мы ходили по парку. На чистые пруды? Да, на чистые пруды. А что на чистых прудах? Такие исторические фонарики, но потом поставили такие, ну, под ними проволоками, которые в электричестве находятся. Ну, напоминает историческую, которые зажигали. А, ты в детский мир ходил, да? Нет, в чайный магазин он тоже там ходил. А в детский мир ходил, да? Да. А что там было в детском мире? Вы игрушки покупали? Или путешествовали? Миш, пожалуйста, сосредоточься. Путешествовали. Вы ходили по лестнице, а еще как можно вверх подняться? Ну, с одного этажа на другой, как можно подняться? На лифте. На лифте, да? А еще что было в детском мире? Нельзя. Эскалатор был в детском мире? Эскалатор. А на смотровую площадку ходили у нас? Да. Говори, Маш, как мы сходили на смотровую площадку? Тебе интересно, Маш, было? Маш, что тебе было интересно, Маш? Маш, что интересно было? Наверху. Наверху? А что ты видела наверху? Кремль. Кремль видно прямо со смотровой площадки. Кремль, да, видно? И башню, башню. И башню с Пасхой видно. Вы знители со смотровой площадки, да, посмотрели? А что знает из вас, чем улица отличается от переулка? Игорь, наверное, знает. Улица от переулка чем отличается? Ну, тут так и. Что длиннее, переулок или улица? Улица. Школа у нас находится у вас где, в переулке или на улице? Переулки. Переулки, армянском, да, в переулке. А рядом у нас, например, Мясницкая улица. Улица шире? Шире. А дорог больше? Больше. То есть дорога шире, да, машин больше, наверное, да? И людей, наверное, больше ходят по улице. Но люди по татуарам ходят, а машины ведут по проездной части. Совершенно верно. Когда по улице вы просто ходили, гуляли, в Детский мир ходили, или на бульвар ходили. Понравилось вам гулять? Такая пешеходная экскурсия понравилась? Да. Понравилась? Еще пойдем? Да. Все, время закончилось. Да, у нас просто время уже закончилось. К сожалению, я вас не слышу. Сейчас. Минутку. Ну и как итог, мы создали методическое поступление по проведению пешеходных экскурсий по улицам города для детей с особенностями ментального развития. Ну и, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей. Мы передаем сейчас слово Ольге Гусевой и победителю второй номинации конкурса инклюзивной пермской художественной галереи. Ольга, вы на связи? Пожалуйста, загружайте вашу презентацию. Вас не слышно. Посмотрите, включен на микрофон у вас наверху. Есть. Ага, звук появился. Появился, да. Все прекрасно. Здравствуйте всем. Я расскажу сегодня про наш проект, который со мной в музее. Вообще, основная идея нашего проекта у нас кроется в самом... ...микрофон очень трещит. Трещит? Да. Чуть подальше. Ага, а если так, все нормально? Так лучше. Идея нашего проекта заключается в самом его названии. То есть ребята путешествуют по пермским музеям и собираются в коллекцию пермских музеев. Сразу хочу обратить внимание на то, что наш проект межмузейный. И я выражаю огромную благодарность своим коллегам, которые подключились к этой истории. Всего приняло участие 7 музеев. Это очень здорово. Они все большие молодцы. И без них, конечно же, ничего не состоялось. С чего все началось? Однажды после экскурсии для ребят с особенностями ментального развития, одна мама девочки с синдромом дауна подошла ко мне и сказала, здорово, что вы организуете экскурсии для двух, потому что, наверное, мы бы не рискнули прийти к вам в одиночестве. Ну, то есть как индивидуальные посетители. При этом она транслировала такое общее мнение родителей, потому что родители не готовы, они боятся быть непонятыми, не принятыми, боятся реакции сотрудников музея, посетителей. И в связи с этим мне очень захотелось разработать какую-то программу, историю для индивидуального посещения наших музеев. С другой стороны, общаясь с специалистами-реабилитологами, мне сказали, что ребята с особенностями ментального развития имеют достаточно низкую мотивацию к изучению нового. И поэтому наши путешествия мы разрабатывали как некий квест, игру, чтобы у ребят был азарт пойти в новый музей, пойти в следующий музей. Так и появился наш проект «Коллекционируй музея». Вот перед вами еще раз карта межмузейного путешествия, где представлены все музеи-участники. Но прежде всего, для того, чтобы индивидуальное посещение музея было максимально комфортным, нам нужно было придумать, разработать некий инструмент, механизм, который был бы помощником для взаимодействия ребенка и музейной экспозиции. Для этого каждый из музеев разработал путеводитель по своей постоянной экспозиции, чтобы помогать родителю осуществлять это взаимодействие ребенок-экспозиция. Все путеводители были сделаны в достаточно яркой форме, с простыми рисунками, красочными, с простыми заданиями. И в основе путеводителя лежал определенный предмет с свойствами, которые вызывали попыльные ассоциации с той или иной музейной экспозицией. Понятно, что художественный музей, например, это холст с кусочками, с фрагментами изображения, масляными красками. Вот перед нами фрагменты путеводителя детского музейного центра, где основной экспозицией является селемитовая комната. То есть ребенок получал кусочек селемита, рассматривал его, выполнял очень простые задания, например, твердость, мягкость, цвет, и, соответственно, узнавал, каким образом из этого кусочка появляется такая красота, которая есть в конкретной музейной экспозиции. Здесь приведены примеры других путеводителей. Это музей археологии и этнографии Пермского предлалия, также это музей истории Пермского университета, где титульной коллекцией является древнегреческая и древнеегипетская археология. Там ребятам мы давали кусочки керамики, кусочки керамических сосудов для того, чтобы они потом вспоминали, что они были в таком музее, где есть замечательные вазы, выполняли разные задания и так далее. Конечно, мы понимали, что группы к нам все равно будут приходить, это и школы-интернаты, это и благотворительные фонды. Для них мы разработали специальные групповые путеводители, и основным отличием было то, что с группой всегда работал наш музейный педагог. Вот здесь на фотографии видно, как проходили эти занятия. У музейного педагога с собой всегда был набор для того, чтобы ребята понимали, что же такое картина, как ее создают. Видно, что группы были достаточно разными. Вот, например, ребята с синдромом Дауна, девушка с расстройствами аутистического спектра, да, но мы всегда просили, чтобы группы были небольшие, не более 4-5 человек. Итак, теперь я немножко расскажу про сам алгоритм этого путешествия. Во-первых, мы не ограничивали родителей. Начать путешествие можно было в любом музее, в совершенно любое удобное время. Вы можете сделать чуть потише микрофон свой собственный, вот где у вас настройки, потому что очень кричитно. Так, а если так? Есть какая-нибудь разница между тем, что было и сейчас? Коллеги, напишите, пожалуйста. Да, пишут, что лучше. Да, ну, я прошу прощения за то, что я заранее не подготовилась к этому. Чуть подальше просто от микрофон. Еще раз, да, начать путешествие можно было в любом музее. Пройти этот маршрут помогал набор путешественников. Это буклет для родителей, коробочка для сувениров, путеводитель, но и непосредственно сами сувениры. Итак, что же такое буклет для родителей? Это такая небольшая книжечка, которую мы разрабатывали совместно с узкими специалистами, с дефектологами, с реабилитологами. И основная цель и задача этого буклета было сказать родителям, что, в принципе, Пермские музеи рады всем посетителям. И, несмотря на ваши особенности, пожалуйста, приходите к нам. Специалисты помогли нам составить список основных тезисов, чем можно заняться с ребенком в музее и почему это важно для конкретного ребенка. Ну и семь блоков с описанием конкретных музеев участников. Вот здесь блок представлен Пермской художественной галереей, описание самого музея, что можно делать в музее с ребенком. Музейный педагог обратил внимание на, с его точки зрения, любимые детские экспонаты, чтобы родитель посмотрел, почитал и уже знал примерно о чем и что ребенку своему музею можно показать. Также это важная информация, например, про архитектурную доступность или отсутствие кафе. Ну и, собственно говоря, все. В конце этого буклета есть карта межмузейная. После посещения каждой экспозиции сотрудники музея ставили в этой карте печать для того, чтобы родители ориентировались, в каком музее они уже были, а в каком еще нет. И в конце получалась вот такая вот достаточно красочная и интересная история. Ну и, собственно говоря, сами вот эти вот сокровищницы, как мы их называли, сами сувениры, которые ребята хранили в этих вот коробочках. После каждого посещения музея ребята получали свои музейные сувениры, которые так или иначе были связаны с музейной экспозицией. Вот, например, сувениры музея пермских древностей. Это ракушки, окаменелости, которые напоминали ребятам про этот музей. Или кукла, нарийская кукла Курчак из музея этнографии и археологии пермского придурали. Кстати, вот этих куколок ребята делали самостоятельно, как это видно, на одной из фотографий. Далее сувенир исторического парка «Россия. Моя история». Это такой, с одной стороны, отсыл к истории, потому что здание, ну, то есть это магнитик, который меняет изображение. С одной стороны, это здание, как выглядело 50 лет назад, ну и современная фотография. То есть, с одной стороны, это вот такая история, а с другой стороны, это нынешний музей. Ну вот, наша последняя фотография – это Стефания со своей мамой, одна из самых первых участниц нашего проекта. После этого мы с мамой достаточно тесно общаемся. Она периодически нам пишет, рассказывает, что Стеша достает коробочку, смотрит на свои сокровища, достает кусочки холста, вспоминает, что она была в музее, где на стенах висят картины, просит сама дать ей кисти, краски для того, чтобы порисовать, повзаимодействовать. То есть, в принципе, мы считаем, что цели взаимодействия через предмет, да, через предмет и путеводитель с музейной экспозицией, мы этого добились, потому что ребенок помнит, доставая вот эти вот предметы, он помнит, что был в таком, в конкретном музее, что он там видел, и практики разные пытаются воспроизводить дома. Ну, на этом все. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Спасибо большое за возможность рассказать. Спасибо большое, Ольга. Если есть какие-то вопросы, прошу задавать их в чате, Ольга, вы тогда сможете на них ответить. Это действительно очень интересные два проекта. Я с ними хорошо знакома, поскольку я была в жюри этого конкурса и хорошо знаю заявки, и видела реализацию одного из них, который находится в Москве, Огнем Москве. Надеюсь, что и до Перми мы доедем, и тоже посмотрим, как он реализован. Действительно, музейная инклюзия, она развивается, ну, можно сказать, семимирными темпами у нас в стране гораздо быстрее, чем это происходит, к сожалению, в образовательных организациях зачастую. И сегодня просто у нас такой момент, когда вот это вот бурное развитие, да, вот вы сейчас прослушали только двух спикеров, которые рассказывали о программах для людей с особенностями развития своих музеев, а их на сегодняшний момент уже десятки, сотни по всей стране, и они продолжают пробавляться. И вот текущий момент поставил нас на некую паузу, когда мы все оказались дома, мы не можем посещать музеи, мы не можем выходить из дома даже во многих регионах сейчас. И следующего спикера, которого я сейчас...